Всем большой привет друзья! Сегодня готовим очень вкусный яркий весенний тортик. Тортик получается очень мягкий и нежный. Отлично подойдет для праздничного чаепития. Готовится совсем не сложно. Оставайтесь со мной и давайте приготовим тортик вместе. Приготовим тесто на бисквит. Разделяем яйца на белки и желтки. К белкам добавляем сахар и миксером взбиваем до устойчивых пиков. Сначала взбиваем на небольших оборотах, а затем прибавляем скорость. Добавляем по одному желтки и продолжаем взбивать. Взбиваем еще буквально пару минут. Добавляем частями просеянную муку. И с помощью лопатки вот таким образом снизу вверх перемешиваем. Подготовим форму для выпечки бисквита. Смазываем обильно форму растительным маслом. Размер формы у меня 22 сантиметра. Готовое тесто выливаем в форму. Отправляем форму в духовку на 60 минут. Выпекаем при 170 градусах. Пока бисквит печется, духовку не открываем. Проверяем бисквит на готовность деревянной палочкой. Бисквит немного подостыл. Аккуратно извлекаем из формы. Для нашего тортика нам необходимо испечь два таких бисквита. Кладем бисквит на решетку и дадим ему полностью остыть. А теперь приготовим заварной крем для коржей. К яйцам добавляем муку и хорошенько перемешиваем до однородной массы. В другую кастрюльку всыпаем сахар, добавляем молоко и отправляем на газ. Перемешиваем и доводим до кипения. Как молоко закипело, выключаем огонь и добавляем его к яичной мучной массе. Вливаем молоко, хорошенько быстренько перемешиваем, чтобы масса у нас оставалась однородной. Ставим кастрюлю на огонь и варим до загустения крема. Непрерывно помешиваем, чтобы крем наш не пригорел. Как появились крупные бульки, выключаем огонь. А теперь добавляем в крем растопленное сливочное масло и ванилин и хорошенько перемешиваем. Крем наш готов. Выливаем горячий крем в миску, накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем в сторонку остудиться. Подготовим коржи и разрезаем бисквиты на две части. Получается у нас 4 коржа. Прошло время, крем остыл. Теперь нам необходимо придать красивый цвет крему. Я добавила пищевой краситель сиреневого цвета. Перемешиваем и получаем вот такой красивый яркий крем. Теперь собираем тортик. Чтобы тортик не ерзал, смазываем тарелку кремом. Ставим разъемное кольцо с ацетатной пленкой и выкладываем первый корж. Пропитываем корж любым сладким сиропом. У меня просто вода с сахаром. Выкладываем крем на корж и распределяем. Сверху на крем выкладываем второй корж. И снова пропитываем сиропом. Пропитать коржи можно сладким чаем, кофе, молоком или любым другим сиропом. И снова коржик смазываем кремом. Так продолжаем. Выкладываем снова корж. коржи. Поливаем сиропом. И снова смазываем кремом. Выкладываем последний корж. И поливаем сиропом. А теперь приготовим масляный крем для украшения. Берем размягченное сливочное масло. Добавляем сахарную пудру и ванилин. Взбиваем миксером до пышной массы. Добавляем яичные желтки и продолжаем взбивать. Через пару минут крем наш готов. Теперь необходимо нам украсить наш тортик. Толстым слоем крема смазываем верхний корж. Выкладываем на корж побольше крема и лопаткой равномерно распределяем. С готового тортика снимаем кольцо и убираем пленку. И займемся украшением нашего тортика. Оставшийся крем разделяю на три равные части и окрашиваю в разные цвета. Я использую гелевые пищевые красители. Воспользуюсь кондитерским мешком с насадками. Друзья, здесь вы украшаете тортик на свой вкус. Всё зависит от полёта фантазии. Что-то я увлеклась, друзья, и вот у меня получился вот такой красивый яркий весенний тортик. А самое главное, очень вкусный. Попробуйте, друзья, приготовить. Желаю всем приятного чаепития. У меня на сегодня всё. Жду ваши отзывы, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Ну, а я вам, как всегда, желаю хорошего настроения. До новых встреч! Всем пока-пока, увидимся!